Организаторы выставки, региональные объединения проектировщиков и строителей, решили собрать весь материал о главной композиционной оси Брянска. Получилось виртуальное путешествие от набережной, бывшей соборной площади, до современного микрорайона Славянский. Бульвар Гагарина – исторический центр города. До начала 20 века это была Рождественская гора с пологой частью улицы Смоленской, сегодняшней – Советской. По проекту 1780 года, подписанному Екатериной II, Рождественская гора должна была стать брянской золотой милей с богатыми особняками. Идея создания такой выставки появилась у нас много лет тому назад, когда мы видели музей одной улицы на Андреевском спуске, любимом нами Киеве. А после того, как мы провели выставку удачно, дворцы послевоенного Брянска, мы припились в эту идею и решили ее осуществить. Потребовалось немалое время, чтобы собрать вот этот материал. А источники материала очень интересные. Это не только, скажем так, известные изданные книги о городе, но и личные вещи граждан, в том числе 30-40-50-х годов. Старые книги и особенно старые фотографии. На выставке можно словно прогуляться по старому центру Брянска, увидеть особняк братьев Могилевцевых, родильный приют, храмовый комплекс церквей на Рождественской горе и многие другие утраченные памятники архитектуры. Я с большим интересом пришел сюда, потому что для меня Брянск – это огромная частица моей жизни, часть. Я приехал в Брянск в 51-м году. Я всегда хожу и вспоминаю старый Брянск. Вот там, где стоит сейчас памятник Ленина, там был великолепный особняк братьев Могилевцевых. Такие там были, знаете, колонны такие красивые. Впереди была лесенка такая по бокам, были львы. Проект показывает время события и людей, оставивших свой след на этом маршруте. Представлены работы зодчих, по чьим проектам застраивался и восстанавливался Брянск в течение трех веков. Лебедева, Фридмана, Городкова, Гринберга, Куспака, Шавырина, Павленко и других. В экспозиции много личных вещей рядовых горожан. Проектировщик и народный мастер Лариса Новицкая подготовила специальную серию кукол в старинных городских костюмах. Сделала купчиху, так как они всегда в таких маленьких городках жили. Потом сделала я еще куклу по одежде своей мамы. Моя мама учительница, вот здесь вот учительница 50-х годов, вот когда у них еще прическа была послевоенная. И одевались они строго, длинная юбка, блузка белая. Еще в настоящем костюме сестру Милосердия это разрабатывала одна из кукольниц наших. Такой костюм одевались даже дети царя и жена его, когда они работали с сестрой Милосердию в Первую войну. Реставратор-проектировщик Александр Перов представил коллекцию своих проектов восстановления полуразрушенных особняков Боровича, Полянского, Братьев Чулковых на бульваре Гагарина. Мы боимся, что они развалятся. По крайней мере есть чертежи обмерные и можно восстановить. Каждая деталька обмерена, один к одному шаблоны сделаны. Научная реставрация. Но осуществить научную реставрацию не так просто. Надо это все отлаживать, какие-то механизмы включать, я не знаю какие. Ну вот общественные одни из механизмов. Очень надеемся, что выступку посетят все. Не только рядовые наши граждане, но и конечно те, от кого зависит принятие решений в области и градостроительства, и культуры, и реставрации памятников. Ведь каждому здесь найдется очень много работы. Надеемся, что поймут и нашу главную цель, как сохранить эту среду. Вопросы сохранения исторической застройки в условиях новой градостроительной политики подробно обсудят в рамках «Круглого стола», который состоится 20 января в выставочном зале. Начало в 16.00.